Здравствуйте! В эфире КРТВ специальный выпуск новостей, посвященный празднованию Дня города Красногорска. В студии Анастасия Евставхева в этом выпуске. Сотни различных мероприятий и несколько площадок. Красногорск отметил День города. Прекрасный город, замечательный, красивый, исторический. Приятное, с полезным в мировом масштабе. Красногорск у нас попал в один из всех городов, в котором проходит эта акция. Во время народных гуляний можно было покорить перекладину. Трус, балбес, бывалая и замечательная компания. Персонажи фильмов и любимые актеры сделали этот праздник кинематографичным. Красная горка, удачи вам! Новый год, новая высота. Символ Красногорска побывал в стратосфере. Красногорску исполнилось 76 лет. Во вторые выходные сентября неофициальная столица Подмосковья, как и официальная столица страны, а также из десяток муниципальных образований региона отметили День города. Конечно, это прежде всего праздник самих красногорцев. Именно поэтому непременной частью торжества становится церемония награждения лауреатов премии Совета депутатов. Ее вручают тем, кто внес весомый вклад в развитие родного края. Кому досталась награда в этом году и с чего начинался праздник, расскажет Валентина Титова. Батуты, аквагрим, аттракционы, палатки с сувенирами и сладостями, концертные площадки и кафе под открытым небом. Развлечения здесь на любой вкус и на любой возраст. На праздник красногорцы пришли целыми семьями и большими компаниями. Многие отмечают, что именно День города – это один из самых любимых праздничных дней в году. В Красногорске живут давно, работают в здравоохранении, и поэтому все это, как улучшается жизнь в Красногорске, вижу наяву. Я хотел пригласить сюда на эту сцену. Хоть с внуком каждый год ходим гулять. Помогу все. Поздравляю. С транспарантами и шариками, экипированные в одежду с эмблемами своего предприятия. На главной площади уже выстроились участники фестиваля трудовых коллективов «Престижная профессия». В нашем городе он проходил впервые. Такая идея отпраздновать День города со своими коллегами, представляя свое предприятие, всем пришедшим в этот день на площадь пришлась по душе. Мы всегда впереди, мы флагманы, потому что наше предприятие градообразующее. В следующем году нам исполняется 75 лет со дня создания. Пользуйтесь лучшим, всех приглашаем на наш праздник. Ну и, естественно, я всем-всем горожанам хочу пожелать, в первую очередь, отличного голубого неба над головой, чтобы никогда не было никаких проблем, никаких у них, не знаю, поводов для несчастий. Ну и, естественно, здоровье, отличная инфраструктура, всегда, чтобы были чистые, свободные дороги. В день празднования Дня города были оглашены имена лауреатов премии Совета депутатов. Ее вручают тем, кто внес наибольший вклад в развитие родного края. Согласно положению, это могут быть как отдельные личности, так и целые трудовые коллективы. В этом году лауреатов пять. Это специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва, Виктор Баурин, главный конструктор заубицема, Мариана Шилова, директор Красногорской школы номер 12, Алла Корниенкова, заведующая педиатрическим отделением Красногорской городской больницы номер 2 и редакция газеты «Красногорские вести». В 2016 году издание отметило свое 25-летие со дня выхода первого номера газеты. Все, что мы делаем, это мы пишем о ваших делах, о предприятиях, на которых вы работаете, о детях, которых вы родили и которым даете отличное образование и заботитесь о них. Не будь вас, не было бы и газеты, и нам не было бы о чем писать. Огромное вам спасибо. И какой же день рождения без искренних поздравлений и самых добрых пожеланий от почетных гостей. Они звучат от депутата областной думы, гостей словацкого города Ружемберока, ставшего недавно по-братимам Красногорску, глав поселений и района. Это действительно здорово. Сегодня у двух столиц день рождения – Москвы и Красногорска. Прекрасный город, замечательный, красивый, исторический. Я надеюсь, что мы совместными усилиями сделаем его действительно столицей, самым лучшим городом Подмосковья. С праздником, дорогие друзья! Старт празднованием дан, и в течение всего дня на площади Дворца культуры звучала музыка. Выступали юные артисты, победители фестиваля конкурса «Семь нот Подмосковья», а также признанные мастера сцены. Валентина Титова, Михаил Петухов, Марьяна Быстрова, КРТВ. А теперь подробнее о фестивале профессии, в рамках которого была организована выставка предприятий Красногорского района. Она расположилась на ярмарочной площади Дворца культуры. В ходе осмотра экспозиции можно было не только познакомиться с продукцией и услугами. Во время выставки проводились собеседования на работу и даже тесты на профориентацию. В шатре, где расположилась выставка, буквально яблоку негде упасть. Интерес к экспозициям велик. Здесь известные предприятия Красногорского района. Бицемок, Науфгипс, Теплосеть, Водоканал и многие другие. При входе гостей встречает стенд градообразующего предприятия Красногорского завода имени Зверева. Их главная продукция, конечно же, оптика. Пострелять из этого оружия не получится, говорят работники. Но вот оценить новые прицелы вполне можно. А еще ознакомиться с интересной жизнью заводчан. Если раньше у нас там было 22 тысячи красногорцев работали, то сейчас, конечно, поменьше. Но в любом случае это очень большое количество красногорцев занято на наших рабочих местах. И все они знают наш город. Мы хотим, чтобы все красногорцы знали, что завод жив, что он функционирует, что он хорошо работает. Приходите к нам. Приглашают на работу и другие компании. А если кто и сомневается в возможности реализации своих знаний и способностей, ему в помощь тест на профориентацию. Услуги центра занятости тоже доступны всем пришедшим. Предлагают на выставке проверить свое здоровье. Специалисты одной из клиник измеряли давление и проверяли уровень сахара в крови. Как бонус – консультация терапевта и стоматолога. Мы с удовольствием приняли приглашение администрации города, поскольку действительно мы хотим помогать населению, гражданам не только лечить, но и заниматься профилактикой. У нас многопрофильный центр, у нас более 20 специальностей и взрослых, и детей лечим. И на этой ярмарке профессии мы показываем, насколько важна на сегодня и всегда профессия врачей. Малыши, которые пока не задумываются о выборе профессии, с удовольствием поднимают настроение при помощи сладости от компании «Конфаэль». Шоколадный фонтан – настоящий хит выставки. Ну а взрослые тем временем с неподдельным интересом рассматривают экспозицию завода лекарственных трав из Нахабина. В одном месте продукцию предприятия можно не только увидеть и познакомиться с ней, но и при желании приобрести. Используем только российское сырье. Вот мы его представляем, чтобы видели покупатели, из чего мы выпускаем свою продукцию. Вот это вот часть нашей продукции. Где-то порядка 150 номинований мы сейчас делаем и поставляем в аптеки по всей России. Стенды предприятия оценивали не только многочисленные посетители, но и члены жюри. По итогам конкурса Красногорскому колледжу был вручен диплом за самое оригинальное представление предприятия. А в номинации «Традиции и современность» победу одержали работники завода имени Зверева. Валентина Титова, Михаил Петухов, Мариана Быстрова, КРТВ. Аллею киногероев, выставку ретро-автомобилей, фильмы о Красногорске и театр на открытом воздухе можно было увидеть в день города в Знаменском Губайлово. В усадьбе хватило места всем видам искусства. Там лицедействовали, пели, читали стихи и разве что не танцевали. Трус, балбес и бывалый. Кто не знает эту троицу? Сегодня она в Красногорске украшает собой аллею киногероев. В год кино, под знаком которого неофициальная столица отмечает свой 76-й день рождения, здесь можно встретить, кажется, всех любимых персонажей советских фильмов. Никакого Голливуда. Это, конечно, это «Кавказская пленница», это у нас «Троица», «Вица Никулина Моргунов», и у нас «Берегись автомобиля» из фильма. Ну вот, «Джентльмены удачи» – вся советская классика. В экспозицию удачно вписались и ретро-автомобили. СМЗ 59-го года выпуска под стать историей с «Кавказской пленницей». А легендарный «ГАЗ-21» почти тот самый, что был в киноленте «Берегись автомобиля». Только у этой «Волги» своя история. С 70-го года выпуска она была одной из последних, сошедших с отечественного конвейера. Эти автомобили мне нравились всегда. Не знаю, с чем это связано, потому что в семье у меня, у моих родителей, никогда не было автомобилей. Ну, до 2000-х годов. Захотелось, поехал, приобрел его. Приобрел, загнал в гараж, и в течение года происходила реанимация этого автомобиля. Свою лепту в праздник в усадьбе внесли и творческие коллективы района. Участники открытого фестиваля театральных постановок «За гранью софитов» под открытым небом играли классику. Шоу-театр «Максимум», например, показал звездного скитальца по произведениям Антуана де Сент-Экзюпери. Есть такое твердое правило, сказал мне позднее маленький принц. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Узнать что-то новое или вспомнить нечто забытое о самой усадьбе Знаменской можно было также в день города. Во время праздника проходили обзорные экскурсии. Желающих послушать лекции с видом на архитектуру 18 века нашлось немало. Но самым популярным у пришедших на праздник в Губайлово все-таки стало новшество этого дня города – аллея киногероев. Анастасия Евстафьева, Никита Рощин, Мария Анна Быстрова, КРТВ. Для празднования Дня Красногорска было отведено несколько площадок. Основная на площади УДК, еще одна, как мы уже рассказывали, усадьба Знаменская. Отмечали годовщину со дня основания города также в Павшинской пойме, Изумрудных холмах, городском парке, а в Яблоневом сквере для торжества организовали молодежную зону. Там стартовал автоквест, в ходе которого участники выполняли задания на знание истории Красногорска. Также можно было преобразиться с помощью стилистов. Яблоневый сквер нынче модное место. Именно здесь, совершая променад по фруктовой аллее, можно попасть к стилисту без предварительной записи и совершенно бесплатно. Преображение гарантировано, говорят участники салона красоты под открытым небом. Современные укладки, которые любят все, естественные кудри, которые все девочки любят. Маленькие, плетем косы. А рядом настоящий фэшн-базар для тех, кто хочет быть в тренде. Последние тенденции буквально под рукой. Здесь подскажут, что носить в праздник, как сегодня и в будни, на работу. Свои новинки представили отечественные дизайнеры. Они же консультанты по стилю в формате Дня города. Вещи уникальные все. И сейчас это модное направление. А русские дизайнеры вдвойне сейчас стали модными. Поэтому мы решили тоже поддержать такую тему. Ну, конечно же, сопутствующие развлечения для детей, для их родителей. Ну и большая у нас развлекательная программа. Стартовала она с первого городского автоквеста «Город молодых». Семь команд, получив задания на знание истории Красногорска, ринулись на их выполнение. Семейная или дружеская игра. Потому что одна команда – это один автомобиль. Туда, соответственно, собираются группы или компания, друзей каких-то, которые на протяжении двух с половиной часов будут сегодня по городу куролесить, отдыхать, также отмечать праздник, ну и выполнять при этом какие-то задания, ну, поднимая себе настроение и окружающим тоже. Чтобы поднять настроение, нужно поднять гантелью. Мы посчитали фитнес-клубы района и устроили свою эстафету. Принять в ней участие мог любой желающий. Полоса препятствий для города не только молодых, но еще и спортивных. Ну и креативом этого дня рождения Красногорска стала пенная вечеринка, которую не побоялись устроить в осенний денек. И правильно сделали. И, наконец, пришло время подвести итоги автоквеста. Среди команд был разыгран кубок главы городского поселения. Самый быстрый и знающий свой любимый город оказалась команда «Адреналин». Ну а дискотека в Яблоневом сквере продолжалась до самого салюта. Анастасия Истафьева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ. И в эти выходные стартовала Красногорская эстафета «Мира». Акция приурочена к битве под Москвой, переломному моменту в Великой Отечественной войне, которая, безусловно, оставила в истории Красногорска свой след. Чтобы черных страниц больше не было. Ради мирного неба над головой и была объявлена эстафета «Мира». С венеса российского триколора волонтерами Центра творчества начинается акция, призванная объединить всех жителей района в едином порыве. Жить без войны, потерь, боли и пробуждающие сердца ныне живущих к любви, единению и к благодарности. Красногорская эстафета «Мира» приурочена к годовщине переломного события в ходе Великой Отечественной войны – битве под Москвой. Всего в нескольких километрах от Красногорска, вне Федева, были остановлены фашистские захватчики. Наша миссия, подчеркнул депутат Государственной Думы Мартин Шакум, помнить и передавать от поколения к поколению память о подвиге защитников Родины. Тысячи добровольцев из каждого подмосковного города уходили сюда, на передний край фронта. Из тысяч, из каждой тысячи возвращалось всего лишь несколько десятков. Потери были просто колоссальные. Мы должны это помнить. Помнить это должна наша молодежь. Мы люди более старшего поколения, конечно, помним послевоенные хотя бы годы. И наше молодое поколение должно помнить. Оно должно заботиться о ветеранах, о детях войны обязательно. К эстафету поддержали глава района Михаил Сапунов и мэр города Павел Стариков. Вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной они оставили пожелание мира на символическом свитке. Далее красногорский символ мира и добра проследует по всем школам и дошкольным учреждениям, чтобы все жители района, начиная с самого юного возраста, смогли стать участниками акции. Я вас поздравляю с днем города, хорошего вам настроения, погода тоже постаралась. Но и все-таки самое главное у нас, конечно, то, что мы столько лет уже живем под мирным небом. Мы благодарны нашим отцам и дедам за то, что они сделали. И я думаю, что наша самая главная задача – сберечь это. Как они сберегли для нас страну и мир, так и мы должны сберечь и передать нашему молодому поколению. Акция продлится до декабря 2016 года. В это время пройдут празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Валентина Титова, Михаил Петухов, Марьяна Быстрова, КРТВ. День города совпал с днем подтягиваний, который отмечают не первый год физкультурники всего мира. Специально для проведения акции в Яблоневом сквере была установлена площадка для выполнения этого упражнения. Но спортивные развлечения на этом не закончились. В молодежной зоне был устроен необычный флешмоб. Наша съемочная группа наблюдала за происходящим. Совместить приятное с полезным. Хорошую идею воплотили в жизнь в день подтягиваний, который совпал с 76-летием неофициальной столицы Подмосковья. Прямо на праздничной площадке был установлен турник. Пройти мимо не смогли десятки убежденных спортсменов и тех, кто просто решил попробовать свои силы на перекладине. 68 человек уже больше, ну порядка 70. Вот ждем еще, видите, очередь у нас растет. Идут в основном молодые, но участвуют и старше поколение. И девушки есть, да? Да, и девушки есть, причем они большие молодцы, как бы показывают неплохие результаты. Всем прошедшим испытания, вне зависимости от количества выполнений, в подарок приятные мелочи и сертификат. Акция всемирная. В этом году 74 страны-участницы. Имеет свои правила. Чтобы попасть на карту подтягиваний наравне с остальными городами планеты, Красногорск нужно было зарегистрировать, что и сделали местные организаторы из Федерации КУДО и проекта «Воскресный тренинг». Обязательным правилом, что каждому участнику должен быть выдан сертификат, его данные записываются и отправляются, соответственно, в всемирную сеть для публикации, кто сколько потеней набрал в каком городе. Вот Красногорск у нас попал в один из тех городов, в котором проходит эта акция. Спортивная программа на этом не закончилась. Со сцены был дан старт флэш-мобу. Одновременно на трех секторах по 76 человек, ровно столько исполнилось Красногорску, стали выполнять задания своих тренеров. Клуб «Ярополк» показывал броски в стиле спортивной борьбы. Рядом Федерация КУДО проводила свою зарядку, а по центру фитнес-инструкторы закатили силовую тренировку. Заряд бодрости Красногорск получил до следующего дня города точно. Анастасия Вставхева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, Кайр ТВ. День рождения – это всегда подарки. Необычным сюрпризом удивили город молодожены Рязанцеве. Они из Красной Горки, из самого сердца Красногорска, запустили в космос символ неофициальной столицы Подмосковья и сняли это на видео. Ролик был показан на площади ДК. На огромном экране красногорцы могли увидеть, как эмблему, закрепленную на штатив зонда с камерой, отправили в воздушное плавание. Как говорят авторы необычного подарка, таким образом Красногорск стал первым городом в мире, чей символ побывал в стратосфере. На этих кадрах он на высоте 35 километров. Итак, 2016 год – год российского кино. И праздник в Красногорске был посвящен именно ему. Как в хорошем фильме из программы «Дня города», словно на монтаже было вырезано все скучное, неинтересное, а включены настоящие звезды экрана. Роковая красавица Анфиса из фильма «Девчата», искренняя Нина Соломатина из ленты «Карнавал», а также другие любимые персонажи шагнули с кинолент на уличную сцену ДК Подмосковья. Киноревью увидела наша съемочная группа. Декорации на площади Дворца культуры по тематике нынешнего дня города. Год кино, значит, на главной площади Красногорска витает атмосфера кинематографа. Горожане с удовольствием рассматривали фотографии, кадры советского и российского кино, снятого в том числе и в различных уголках нашего района. Поэтому, когда на сцену в сопровождении юных артистов поднялась роковая красавица Анфиса из фильма «Девчата» и режиссер неунывающих гордомаринов, живые и насыщенные эмоции выплескиваются наружу. Я счастлива, что я здесь. Не скрою, у меня приглашение на Красную площадь. Я даже успела там побывать. Я даже успела кое-что снять и отправить у себя в свою копилочку на сайт. Но как только там пропел Харатьян из «Веселых ребят», я решила, что пора уходить. «Я песни не пою», сразу признается Светлана Дружинина. Зато с удовольствием рассказывает о том, почему любит наш город. Здесь живет Дмитрий Харатьян, самый надежный гордомарин, что тебя уточняет нешуточный кинорежиссер, сценарист, продюсер и актриса. А еще работает школа для юных актеров, идея открытия которой гости явно по душе, как и тема празднования Дня города в этом году. Мне очень нравится то, что вы совместили два праздника сразу воедино. Конечно, год кино – это мой профессиональный праздник. Я рада тому, что он есть, и что была даже ночь кино такая новобрачная, прекрасная. И, конечно же, когда вы совместите с Днем города, я вижу эти удивительные праздники и слышу, как поют гардомарин. О чем можно говорить? Это радость, мечта и надежда на то, что все будет вот так же продолжаться в вашем прекрасном городе. Красно-Горск. Красная горка. В особом представлении не нуждался и Борис Галкин. Еще один гость праздника, еще один любимец публики. Заслуженный артист России, режиссер и сценарист. Сам актер неоднократно снимался в фильмах именно о патриотической направленности. Поэтому с радостью принимали красногорцы песни в его исполнении о людях в погонах. Пела кинохиты в этот вечер и народная артистка России Ирина Муравьева. Фильм с участием актрисы «Золотой фон» советского кинематографа. Поэтому слова нетленки «Позвони мне, позвони» из кинофильма «Карнавал» не только знала, но и подпевала вся площадь. А вот песню «Эта женщина в окне» поклонники актрисы слушали, затаив дыхание. «Эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез. Потому что перед ней две дороги, та и эта, та прекрасна, но напрасна, это видимо всерьез». Любимую артистку еще долго не хотели отпускать со сцены. Она, в свою очередь, дарила красногорцам и гостям города песни из кинофильмов и поздравляла их с праздником. Долгих лет жизни, работы всем, радоваться каждому дню, ну и любить своих родных, и чтобы они долго-долго жили. Песни из кинофильмов стали основой всего музыкального вечера, ну и как обойтись без танцевального марафона. Студенты Губернского колледжа искусств для всех желающих устроили мастер-класс. Не только по классическим вальсу и танго под музыку из полюбившихся кинофильмов, но и буги-вуги под ритм и стиляк. Ну а те, кто осмелились принять участие в праздничной викторине на знания советских кинолент, не пожалели вдвойне. На кону, помимо билетов в кинотеатр, был плазменный телевизор, чтобы смотреть хорошее кино дома. Валентина Титова, Михаил Петухов, Мариана Быстрова, КРТВ. Традиционно день города завершился салютом, раскаты которого озарили ночное небо над Красногорском именинником. Программа, пожалуй, была одной из самых насыщенных даже в сравнении с прошлогодней юбилейной. В 2016-м и погода не подвела. Впрочем, настроение своей природы меняет буквально в эти часы. Синоптики прогнозируют дожди и похолодание уже во вторник. Всего до плюс 14 градусов поднимутся столбики термометров 13 сентября. Вечером около 7 к концу дня возможны осадки. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов. Мы ждем от вас по телефону редакции по электронной почте. С вами была Анастасия Евставьева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»